Современные магазины сегодня изобилуют всевозможными настольными играми на любой вкус и возраст ребенка. Однако, как оказалось, на государственном языке развивающих игр практически нет. Поэтому одна из учениц Уральской Назарбаев интеллектуальной школы решила сама создать подобную игру для сверстников. Сейчас девятиклассница работает над патентом для своего детища. Игра называется Зирек. Обычная бумага и цветной принтер. Для игры Айнамкос нужны всего лишь эти две вещи. На первый взгляд, игра на казахском языке кажется простой. Тем не менее, над ее созданием талантливая девочка трудилась целый год. Игра Зирек включает вопросы на знания пословиц, примет, скороговорок и фразеологизмов. Смысл игры во многом схож со всем известной игрой «Монополия». Но идейное содержание — национальные ценности. В ней используются вопросы и персонажи из казахских народных сказок и произведений. Я создавала несколько вариантов игры. Были ошибки, менялся дизайн. Первый вариант игры мы подарили Уральскому детскому дому. На Зарбаев интеллектуальной школе каждый ребенок седьмого класса должен работать над научным проектом или участвовать в олимпиадах. Поэтому здесь много уникальных инициатив и детей, которые уже запатентовали свои изобретения. Айнамкос тоже хотела бы, чтобы ее проект внедрили в производство. На сегодня готова и электронная версия игры Зирек. Сейчас в интернете и гаджетах очень много всевозможных приложений на русском и иностранном языках. Наша игра содержательная. В ней идет пропаганда национального культурного наследия. Первое тестирование игры мы провели в школе. Побывали с ней в детской деревне семейного типа. Многие готовы купить эту игру. Мы предложили проект на патент. Она, конечно, будет еще дополняться и совершенствоваться. На игровом поле 56 ячеек. Первый игрок бросает кости и делает свой ход. Он должен выбрать одну из ста карточек с вопросом и ответить на него. Если игрок попадает в ловушку, Колтаусар может спасти его от огня, а Желяяк от воды. Если не попадается нужный персонаж, то игрок остается в той же ячейке. И наоборот. Тот, кто первым добирается до финиша, объявляется победителем. Со своим произведением Айнамкос уже успешно выступила на республиканском конкурсе. Теперь по результатам патента у девочки появится больше возможностей поступить в иностранные вузы. Алмагуль Джамперисова, Талат Мурадбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик. Продолжение следует... Продолжение следует...